Депутат отругал казавтожол и подрядчиков по строительству дороги на трех языках Казахском, русском и китайском А на каком языке надо уметь изъясняться народным избранникам, чтобы наладить диалог с чиновниками Впрочем, до парламентских выборов еще далеко, а вот до президентских, как оказалось, рукой подать Мадинал Молдина в студии новостей, это Микен Бизнес, Сурда Перевод представляет Женат Дейрбекова Начнем с перестановок Указом главы государства, министром информации и общественного развития республики назначен Дархан Кадыралин Ранее он занимал пост президента Тюркской академии И сегодня же указом главы государства Оскар Умаров освобожден от должности министра информации И по информации пресс-службы президента назначен на должность директора службы центральных коммуникаций Ну и вернемся к основной теме О дате проведения президентских выборов Вице-министр юстиции Алма Муканова сегодня подробно ответила на эти и другие вопросы журналистов В частности, она напомнила, что по действующему законодательству На процесс подготовки к выборам должно предоставляться не менее двух месяцев Поэтому, скорее всего, внеочередные выборы президента пройдут в ноябре этого года Вице-министр юстиции также ответила на вопросы журналистов о досрочном переизбрании президента Если смоделируем такую ситуацию, что соответствующий законопроект будет внесен в сентябре, а принят в октябре А выборы будут назначены на ноябрь То и при этом в самом законе будет, носящий изменение в Конституции о том, что он вступает в силу со дня подписания То, когда будет избрание нового президента, он будет уже руководством новыми статьями Конституции То есть это семь лет и один раз Ну а сколько средств понадобится на проведение досрочных выборов президента? Этот расчет должна предоставить Центральная избирательная комиссия Минфин, в свою очередь, одобрит В 2019 году на президентскую предвыборную кампанию из бюджета выделили порядка 9,5 миллиардов тенге В 2015 году эта сумма была еще меньше 5,5 миллиардов Мы предполагаем, что с учетом инфляции и других экономических факторов На этот раз выборы не только президента, но и депутатов Мажелиса обойдутся бюджету в еще большую сумму Беспрецедентный шаг так охарактеризовал государственный советник Ирлан Карин Решение президента обнародовать весь электоральный график Об этом он написал в своем телеграм-канале Запуск всего избирательного цикла, по его словам, обусловлен необходимостью кардинальной перезагрузки нашей политической системы И полностью соответствует логике конституционной реформы Последовательное проведение сначала президентских, ну а затем выборов депутатов Мажелиса и Маслихатов Позволит сфокусироваться на решении стратегических задач по социально-экономическому развитию страны, считает Карин Ну а предложение главы государства ограничить мандат президента в один срок продолжительностью в 7 лет без права переизбрания В случае его одобрения парламентом предопределит будущее политической системы Казахстана Инициатива об однократном президентском сроке является логичным продолжением уже реализованных шагов по окончательному отходу от суперпрезидентской модели Это беспартийность главы государства, запрет его родственникам занимать должности в госструктурах и госкомпаниях Перераспределение части президентских полномочий в пользу других институтов власти Введение однократности президентского срока таким образом замыкает процесс институционализации президентской республики с оптимальным балансом властных полномочий Ну и продлят ли мне очередные выборы сроки президентства Касымжумарта Тукаева Этот вопрос стал одним из самых обсуждаемых как среди населения, так и среди экспертов Мой коллега Иржан Утипкалеев поговорил с некоторыми, он сейчас с нами на связи Иржан, приветствую, что говорят эксперты? Здравствуйте, Мадина Эксперты в не меньшем замешательстве, ведь срок полномочий президента будет составлять 7 лет При этом руководить страной он сможет лишь один раз И это в том случае, если после внеочередных выборов предложение Тукаева примет парламент И вот сейчас идет экспертный спор, Газис Абишев очень хорошо написал То есть в итоге получается какая формула? 3 плюс 5, то есть президент идет на 5 лет Потом после этого, если он победит, он вносит изменения в 7 лет Либо это 3 плюс 5, плюс 7, вот, или 3 плюс 7, то есть соответственно будут изменения в Конституцию на 7 лет И после этого президент забирается на 7 лет, и в итоге, безусловно, потребуется разъяснение Главное, чтобы каждый новый глава государства не менял Конституцию под себя, говорят эксперты В любом случае, новые правила никак не изменят сроки президентства Касым Жумар Тукаева, заверяет политолог Жолдаза Искакова По ее мнению, непростое решение принято по причине того, что грядут большие изменения Поэтому проведение внеочередных выборов своевременно, когда глава государства на пике популярности По сути, президент Тукаев, он не продлевает себе полномочия Если мы, допустим, у него срок окончания его президентских полномочий 2024 год Да ни для кого не секрет, что, скорее всего, он бы баллотировался Многие рассчитывали, что его второй срок истекает в 2029 году Если в этом году проходят выборы, они пройдут в ноябре, в одно из воскресеньев ноября То снова срок полномочий, если он изберется, если он победит, то снова срок полномочий его истекает в 2029 году Эксперты также остановились на социальных задачах, поставленные президентом При остановлении пенсионного возраста женщин, открытие больниц, школ, детских садов, программа «Нацфонд детям» Все это хорошие начинания, однако о них говорилось и раньше, но пока безрезультатно И несмотря на то, что в высоких кабинетах заявляют о 80-90% охвате детей дошкольным образованием Реальная картина намного хуже, отмечают эксперты Сам два месяца искал, не мог садик здесь найти Везде хайвай, все Оказалось, представляете, миллион родителей не могут устроить садики А помножьте на два родителя, значит, два миллиона родителей Не знают, что сделать с ребенком, которые они работают, они не знают Два миллиона человек То есть государство должно было давно об этом позаботиться Экономист Рахим Ушакпаев предложил провести отдельные парламентские слушания по вопросу дошкольного образования Так как это один из наболевших вопросов общества В целом же послание президента эксперты приняли с воодушевлением И уже теперь ждут конкретных действий от исполнителей На этом у меня все Передаю слово вам, Мадина Спасибо, Иржан Ну, со сроками более-менее все понятно Разные мнения у казахстанцев относительно грядущих поправок в Конституцию Некоторые считают, что с каждым изменением главный документ теряет свою ценность В этом году в результате референдума уже был внесен ряд существенных поправок Причину такой нестабильности в наполнении Конституции Политологи объясняют переходным периодом, который сейчас переживает страна Происходит активная политическая и экономическая трансформация Требующая соответствующего закрепления в законе Говорит глава Центра прикладной политологии и международных исследований Айдар Амрибаев В то время наши древние тюрки, они на каменных стеллах писали эти законы Их очень трудно там что-то поменять, внести какие-то поправки Конечно, это мечта, иметь такой основной закон, который бы не менялся с годами Мы только вышли из состояния вот такого, условно говоря, рабства Рабства ментального, культурного рабства Когда мы, в принципе, все время апеллировали там, куда-то, наверх На самом деле, мы сейчас движемся к модели, я бы так сказал, коммунитарного государства Где общество активно принимает участие в процессе принятия решений Некоторые политологи назвали нынешнее послание президента сенсационным По мнению Айдара Амрибаева, досрочные президентские выборы пройдут в декабре В этом году глава государства будет избран по действующему пятилетнему сроку Ну а будет ли закреплено в Конституции предложение Касымжемарта Тукаева Об однократном семилетнем сроке президентства Это уже компетенция будущего нового парламента И эти выборы состоятся уже в следующем году Вести онлайн-трансляцию во время выборов требуют мажоресмены По словам депутата Берека Дюсимбинова Такое нововведение поможет предотвратить многочисленные нарушения в процессе голосования К примеру, те вирусные ролики, где один гражданин голосовал сразу за несколько кандидатов Однако в Министерстве юстиции говорят, что с этим на практике могут возникнуть трудности Интернет есть не на каждом избирательном участке Бывают люди не знают, что совершают правонарушения Мы видели, как люди в социальных сетях целую кучу бюллетеней держат в руках и идут Для того, чтобы не было таких нарушений, мы предлагаем проводить онлайн-трансляции Когда на Министерстве информации отвечают, что Казахстан покрыт интернетом А когда мы вам задаем вопрос, вы говорите, что нет интернета Мы предлагаем хотя бы разрешить проводить видеосъемку Сейчас везде ведется видеосъемка Сейчас даже можно покупать через онлайн Почему нам не сделать элементарные вещи? Ну и сейчас коротко о других темах выпуска Конституционный суд обеспокоен, что их ожидает шквал обращений от населения Минюст предложил ввести фильтры Смогут ли родители следить, сколько средств поступило на счет ребенка по программе Нацфонд детям? Мы будем стремиться к тому, чтобы это было прозрачно Фариза Булатбек с подробностями По силам ли государству позволить женщинам выходить на заслуженный отдых в 58? Я знаю, не один пафосный проект в Казахстане, от которого бы можно было отказаться, а разрешить женщинам выйти на пенсию Активистки требуют дальнейшего снижения возрастного порога Айжан Утеова из Кустаная На месте спортивной площадки выросла кукуруза Это какой-то сорт, я не знаю Она быстро растет, это капельное орошение идет Жители Шимкенского микрорайона требуют вернуть детям место для занятий спортом Марина Низовкина разбиралась Министерство юстиции предлагает создать фильтры для обращения казахстанцев в Конституционный суд По словам вице-министра Алмы Мукановой, в ведомстве планируют установить некоторые критерии допустимости заявлений граждан При этом предлагается два исключения из общего правила Первое, это установить, что Конституционный суд на определенных условиях в праве принять обращение к своему производству без апелляционного обжалования судебного акта И второе, это обращение будет допустимым, если предварительное заявление лица в суд не приведет к иному применению закона Как сообщили в Минюсте, обращения будут рассматривать в пять этапов Так, предлагается установить, что обращение гражданина допустимо, если оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом Либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием лица И по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу На наш взгляд, если не устанавливать определенные фильтры для обращений граждан Конституционный суд будет не в состоянии рассматривать все поступающие к нему обращения Поскольку практически все НПА так или иначе затрагивают конституционные права граждан Как власти обеспечат прозрачное распределение средств по программе Нацфонд детям Этот вопрос корреспонденты от Амикенбизнеса адресовали ответственным чиновникам Один из прорабатываемых вариантов это аналог ЕНПФ По нему родители будут получать выписку по накоплениям из специального счета на регулярной основе Напомним, спецсчет по программе Нацфонд детям будет открыт на имя каждого ребенка, которому не исполнилось 18 лет Перечисления будут производиться до достижения совершеннолетия Со вчерашнего дня эта тема активно обсуждается и среди экономистов И вот некоторые из них посчитали, что сумма накопления на момент 18-летия составит около 3000 долларов Отметим, доходность Нацфонда за прошлый год составила порядка 2,3 млрд долларов США Его валютный портфель по итогам 2021 года составил 55,3 млрд долларов В пересчете на нацвалюту эта сумма достигла 28 трлн тенге Мы будем стремиться к тому, чтобы это было прозрачно И каждый родитель, и сам получатель, то есть ребенок мог ежегодно получать какие-то отчеты по накоплениям Скорее всего, да Сейчас этот вопрос прорабатывается Ну и тем временем вопрос снижения пенсионного возраста вызвал горячие дискуссии Среди экспертов, политиков, ну и конечно же активисток женского движения И пока большинство казахстанок радовалось новым сроком выхода на заслуженный отдых Специалисты просчитывали возможности бюджета И говорили о том, что пенсионную планку для женщин нужно будет еще снижать Возможно ли это разбиралась моя коллега Айжану Теуа Жительница ВКО Елена Полянцева большую часть жизни проработала в Центре экологической безопасности Жесткий график, вредные условия труда Чего стоит только анализ радиационных пятен города Тогда с дозиметром женщине пришлось обойти все грязные точки Усть-Каменогорска Услышав о том, что пойдет на пенсию на два года раньше, Елена обрадовалась Экологи, да, им достается именно работа с загрязняющими веществами в основном Хоть в воздухе, хоть на земле, хоть на воде Всегда, да, это очень тяжелый труд и женщине не всегда под силу до 63 И пока одни рады снижению пенсионного возраста для женщин до 61 года Вторые считают, что и этого мало Активистка движения «Женщин Казахстана» Женя Адендыбаева Еще в мае в интервью нашему телеканалу говорила, что их сообщество намерено добиваться снижения планки Выхода на заслуженный отдых до 58 лет Женщины, которые родились в 60-е годы, они столкнулись с экономическим и политическим кризисом Распад Советского Союза, все это привело к безработице Мы считаем, что пенсионная реформа, которая была принята в 2018 году Это геноцид против наших женщин Казахстанский экономист и политик Андрей Коваль считает, что снижение планки до 61 года было предсказуемым Потому как для перехода на 58 лет требовался бы пересчет методик расчета пенсии Получила бы ситуация такая, что от 58, 59, 60, 61, то есть 4 срока бы вышло одновременно Ну, я допускаю, что это могла бы быть какая-то большая нагрузка Хотя у меня свое отношение к этому И я знаю, не один пафосный проект в Казахстане, от которого бы можно было отказаться А разрешить женщинам выйти на пенсию Как бы там ни было, до 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 61 год При этом в соседнем Узбекистане, говорят активистки движения женщин Казахстана Возраст выхода на пенсию составляет 55 лет, а в Кыргызстане 58 лет И казахстанские женщины по уровню жизни и количеству родов ближе к соседям Чем к Европе, на которую смотрели в 2018 году при принятии пенсионной реформы Айжан Утилова, Дмитрий Крюкович, Габиден Жокушев, телеканал «Атамикен Бизнес» Недофинансирование МСБ в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов При этом в банках наблюдается избыток ликвидности Который, увы, не работает на предпринимателей В своем послании Касымжимар Тукаев озвучил ряд поручений Касательно кредитования малого и среднего бизнеса В их числе возможность для молодежи запускать стартапы Благодаря механизму льготного микрокредитования под 2,5% годовых Поможет ли поддержка государства молодым бизнесменам, узнавала Галина Трочева Выйдя в декрет по владарке, Ангелина Фомина захотела начать свое дело Педагог по профессии девушка решила открыть музыкальную школу Но полноценно работать молодой предприниматель не может Не хватает денег на оборудование и помещение для группового обучения Это персонально для каждого, чтобы был синтезатор, микрофон, какие-то пособия учебные Но это минимум 300 тысяч на человека То есть 10 человек в группе, да, это минимум 3 миллиона Ну то есть накопить эти деньги в 26 лет это вообще нереально Если кредитоваться в обычных банках под обычные условия, это очень дорого То есть это, ну, тоже как бы я не потяну, допустим, такое Возможность того, что кредитование будет 2,5%, то, конечно, увеличивает шанс вообще развития бизнеса Эксперты уверены, благодаря такой поддержке откроются новые производства и появятся новые рабочие места Потребность бизнеса в кредитах подтверждает и директор Павлодарской палаты предпринимателей Серикс Адвокасов Ежегодно выпускники обучающей программы Бастау планируют реализовать свои идеи Но чтобы получить необходимые средства, приходится ждать Так в этом году кредитования ожидали 168 человек Получить же финансирование на свой стартап удалось лишь 113 заемщикам В прошлом году мы финансировали через микрофинансовую организацию Атамикен Павлодар финансовую организацию было выделено на нашу область миллиард тенге И оператором этой программы было через агрокредитную корпорацию Но, к сожалению, допустим, из-за неповоротливости именно этого финансового института Мы не смогли освоить более 300 миллионов тенге Печально, но как итог предприниматели недополучают средства на свой бизнес При том, что деньги государство выделяет Но вместо того, чтобы развивать экономику, они оседают на счетах финансовых организаций Галина Трощева, Кэра Талпызбаев, телеканал Атамикен Бизнес, Павлодар Неиспользованные земли должны быть возвращены Президент отметил, что около 10 миллионов гектаров земли в Казахстане переданы незаконно Только в Жамбулской области до сегодняшнего дня в собственности одного жителя находилось 60 тысяч гектаров Сейчас она возвращена государству Сколько еще неиспользуемых участков планируют вернуть, расскажут корреспонденты Атамикен Бизнес Общая площадь земель в Жамбулской области порядка 14 миллионов гектаров При этом около 10% от всей территории составляют неиспользуемые земли После послания президента местные власти настроены решительно Они планируют вернуть порядка 150 тысяч гектаров неиспользованных территорий Но по словам государственных чиновников найти компромисс в этом деле очень сложно Сейчас увеличивается поголовье скота По мере роста земли не хватает Под пастбищем у нас уже 500 гектаров земли Сейчас передадим еще 200 гектаров Посевная территория сокращается Для нас это невыгодно С начала года уже возвращено государству 99 тысяч гектаров земли Этой территорией владели 156 человек У крупных землевладельцев она достигала 60 тысяч гектаров При этом использовалось только порядка 10 тысяч В результате в регионе острая нехватка пастбищных угодий Уже в прошлом году было выявлено порядка 25 тысяч гектаров неосвоенных пашней В настоящее время этим вопросом занимается земельная комиссия Кроме этого, скорее всего, контроль будет усилен А возвращенные неиспользованные земли будут переданы другим добросовестным предпринимателям К ним будут выставлены уже свои требования Вера Шеллер, Жанбулат Андабаев, телеканал Атамикен Бизнес, Жамбулская область В селе Глубокое на востоке страны целый микрорайон вновь остался без централизованного тепла Жители уже не надеются на помощь властей, запасаются дровами и углем Реконструкция теплосетей здесь опять отложена на неопределенный срок А обещанную новую котельную так и не достроили Дмитрий Крюкович пообщался с людьми, которые с опаской ждут приближающихся холодов В поселке Кирзавод вот уже 16 лет нет обещанного тепла Кто-то поставил в квартирах печки, кто-то спасается электричеством Суммы набегают очень приличные Накануне холодов все запасаются дровами и углем Иначе не выжить Я за зиму где-то 600 тысяч у меня уходит Потому что ежемесячно у меня электричество, уголь, дрова Уходит около 100 тысяч в месяц Потому что трехкомнатная квартира Бесполезно просить боя Завод встал и все Мы считаемся уже так подшельниками Киргородок наш уже так на последнем месте стоит На ремонт теплосетей нужно 2 миллиарда тенге Денег в районном бюджете нет Новая котельная могла бы частично решить проблему Но стройка тоже встала Турецкие инвесторы судятся с подрядчиком Важный для райцентра проект повис на неопределенный срок Государство свое обязательство полностью выполнило Получается миллиард 689 миллионов мы уже свою часть уже выполнили Получается А только остаются работы по монтажу Строительно-монтажной работы На сегодняшний день кредитовская задолженность Имеется 227 миллионов тенге Между подрядчиком и частным партёром В посёлке Глубокое есть старая котельная Но ей почти 100 лет Котлы изношены, постоянно случаются аварии В прошлом году энергетики потребовали Увеличить финансирование объекта И повысить зарплату Этой зимой нагрузка на старое оборудование Однозначно увеличится Нет никаких гарантий, что посёлок Сможет без авралов пережить холода Дмитрий Крюкович, Жанбулат Саньяс Атомикен Бизнес, Восточно-Казахстанская область Жители Шемкентского микрорайона Тасай Возмущены тем, что единственную спортивную площадку Засеяли кукурузы Люди возмущаются, что только здесь Здесь можно было жителям проводить массовые праздники А подросткам играть и заниматься спортом Теперь же на футбольном поле спеет кукуруза Марина Низовкина выясняла, почему вдруг так изменился пейзаж Футбольное поле превратилось в кукурузное В Шемкентском микрорайоне Тасай Жители возмущены Единственное место в округе, где могли играть подростки Теперь недоступно Мы здесь играли в футбол, проводили соревнования по борьбе Пока это поле не засеяли, мы постоянно проводили тренировки Дети кросс бегали, а теперь нас сюда, конечно, не пускают Эта территория была спортивной площадкой последние лет 10 Никто из жителей даже представить не мог, что обустроили ее для занятия спортом И ухаживали за ней Они незаконно Около сотни ребят остались неудел, когда руководство аграрного колледжа Вспомнило, что это место по госакту числится за учреждением Землю забрали под эксперименты для студентов Других участков говорят нет Это студенту посадили для эксперимента Это осень сейчас уберется Потом по плану Вот здесь будет круговая беговая дорожка Это сорт какой-то, я не знаю Она быстро растет, капельное орошение идет Когда урожай кукурузы соберут, на этом месте планируют начать строить крытый стадион Правда, вряд ли местную детвору будут пускать на тренировки в комплекс для студентов Школьная площадка всех желающих вместить не может, да и нуждается в ремонте Пока же подростки занимаются в помещении общежития Жители возмущены, что за столько лет районный Акимат ничего не смог сделать для их детей Чиновники разводят руками, мол, сейчас они как раз в процессе поиска земли для спортивной площадки Правда, она будет маленькая, да и то, если место найдут Кадастром занимаемся, этот отвод земли именно для постройки этой спортплощадки Но мы, Каратовская Акимат, мы построим мини-спортивные площадки И сейчас, в общем, не можно найти сейчас в данное время Потом мы доми уже построили все Никто не хочет отдать землю для этой спортивной площадки Жители микрорайона Тасай тоже не хотят опускать руки Они уже написали письмо президенту страны с просьбой убедить чиновников сделать им спортивную площадку Подписи поставили 500 человек Марина Низовкина, Виталий Заянтинов, Атамикен Бизнес, Шимкент Это все новости на сегодня Всем хорошего вечера Оставайтесь вместе с Атамикен Бизнес